Доброе утро! Компания Кодерлайн приветствует. Наша сегодняшняя встреча посвящена отпускам, декретным и так далее. Вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и соответственно адрес нашего сайта. Если вам оказалось неудобно время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на наш сайт и вы можете вернуться к вебинару в удобное для вас время. Ну и заодно можно посмотреть другую информацию, которая там размещена и выбрать, может быть, вас что-то еще заинтересует. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Одинесс Гардышева, Галина, контактные данные, вы тоже видите. И мы будем рады ответить и на любые ваши вопросы, которые у вас есть. И в этом случае мы будем уже не ограничены по времени и сможем ответить вам более предметно именно касательно вашей ситуации. Так что с удовольствием ждем ваших вопросов и будем рады помочь вам в сложных ситуациях. Программа нашего вебинара сегодня, вы видите ее на экране. То есть мы с вами поговорим о том, что изменилось за первые полгода по оформлению декретных отпусков, по срокам, какие у нас новшества есть по отпускам по уходу за ребенком. И, соответственно, дополнительно по НДФЛ, по сервисам, когда у нас идет неполный рабочий день и так далее. Ну и поговорим про дополнительные сервисы. Наша с вами встреча будет построена таким образом. Нормативную информацию мы будем с вами смотреть на слайдах и будем переключаться на конфигурации 1С ЗУП. Сейчас я переключусь. Вот, как вы видите. И 1С ЕРП. То есть, соответственно, мы будем с вами смотреть, так сказать, на практике, ручками трогать то, о чем поговорили. И, соответственно, переключаться обратно на слайды, когда дело будет касаться каких-то нормативных документов. Сейчас я снова переключаюсь на слайды. И теперь говорим о том, что же у нас изменилось за первые полгода. Потому что основные, так сказать, нормативные изменения происходили в 2022 году. То есть, с нового года у нас действует достаточно много правил. И мы уже сдавали отчетность по новым правилам, по новым формам. Так что, в принципе, здесь для вас уже должна быть тема знакомая. Итак, декретные выплаты в 2023 году. То есть, это сейчас немножко иная терминология, чем была, допустим, даже в прошлом году. То есть, само по себе понятие декретные выплаты, на самом деле, это суммы, которые положены женщине на период больничного листка. То есть, на период ее беременности. И также сразу после родов. То есть, это пособие на ребенка и предоставление отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и до трех лет. Пособие по беременности и родам сейчас имеет аббревиатуру БИР. То есть, это понятие появилось в 2023 году. А декретный отпуск – это, так сказать, собирательное выражение. И оно, в общем-то, не совсем совпадает с тем, что мы привыкли обычно под этим подразумевать. То есть, сам по себе декретный отпуск – это чаще всего отпуск, который предоставляется по беременности и родам, то есть, по больничному листку. И, соответственно, вот этот больничный листок, выплаты по этому больничному листку, может получать только мама, то есть, только сотрудница, которая была в отпуске по беременности и в связи с рождением ребенка. То есть, никакие другие родственники, ни мама, ни бабушка получать это пособие не могут, в отличие от того, что касается пособия по уходу за ребенком. Но здесь нужно учитывать такой момент, что по умолчанию пособия по беременности и родам есть не у каждой женщины. Несмотря на то, что в этом году у нас изменились правила учета по ГПХ, то есть, по ГПХ гражданскоправового характера, тем не менее, есть такие ограничения, что если вы оформлены в качестве индивидуального предпринимателя или занимаетесь частной практикой, то есть, например, адвокаты, нотариусы и так далее, то в этом случае вы не имеете права на получение пособия по беременности и родам. На самом деле, даже здесь есть небольшая лазейка, то есть, вы не имеете права получать пособия по беременности и родам, если вы не уплатили страховой взнос. То есть, если вы оформлены по гражданскоправовым договорам, и, например, предприятие за вас уплатило взнос за прошлый год, то в этом случае право на получение такого пособия у вас есть. Но если вы не были застрахованы или за вас не была заплачена сумма страхового года, она составляет 4833 рубля 72 копейки, ну, может быть, и больше, если вы заплатили больше, в этом случае вы можете получать такое пособие. И, собственно, в этом случае вы будете пользоваться такими же правами, как и обычные сотрудницы, обычные работницы. Касательно уплаты страховых взносов по ГПХ за этот год, то есть, например, если в прошлом году за вас платили, то есть вы, например, работали и в качестве индивидуального предпринимателя, и в качестве наемного сотрудника, и за вас платили страховые взносы, то в этом случае вы также можете получать пособие. Чаще всего на это идут, потому что сумма, которую необходимо уплатить, была в ФСС, она в любом случае получается меньше, меньше, чем вы получите пособие. Что у нас еще в отношении того, кто может получать такие пособия? Именно БИР по беременности и родам. То есть, соответственно, кроме того, о чем мы поговорили, имеют право на получение таких пособий государственные гражданские и муниципальные служащие, женщины-контрактники, которые находятся на службе в милиции, точнее, в полиции, извините, сейчас, например, в каких-то воинских организациях, студенты, которые обучаются очно в образовательных и научных организациях, священнослужители, обратите внимание на этот пункт, и женщины, которые относятся к категории застрахованных лиц и усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. То есть, вот для этих категорий точно так же будут действовать выплаты по беременности и родам. Собственно говоря, как происходит начисление в 2023 году и в какие сроки нужно обращаться за пособием. Потому что достаточно часто бывает ситуация, когда женщина ушла в декрет и потом обращается, например, подает документы, которые необходимы. Позже, чем выписан, например, больничный лист и так далее. Значит, здесь действует такое правило. Общий срок для обращения за пособием не позднее шести месяцев с даты окончания отпуска по беременности. Соответственно, если у женщины объективно она не может обратиться, ну, во-первых, маленький ребенок его не с кем оставить, во-вторых, возможно, на период беременности и родов уехали к родственникам и так далее. Соответственно, в этом случае можно обратиться в течение полугода. Но здесь, собственно, вопрос вот во что упирается. Если женщина работала, то у нее просто нет шанса пропустить указанный срок. А вот те работницы, которые, например, идут в какой-то частный бизнес, предприниматели или учатся, они могут и опоздать с подачей заявления. И в этом случае нужно отсчитать шесть месяцев с последней даты в больничном листке по беременности, и чтобы этот срок не превышал шести месяцев. В этом случае, несмотря на то, что больничный у нас сейчас в электронной форме, то есть медицинская организация обязана сама переслать сведения в Социальный фонд России, то кроме этого необходимо еще получить документы и от работника для отдела кадров, то есть для работодателей. Во-первых, необходимо от работницы написать заявление на предоставление отпуска по беременности и родам. В этом случае работодатель не может отказать в праве предоставления такого отпуска. И на основании заявления от работницы он должен заставить приказ, это в обязательном порядке, и передать сведения об отпуске по беременности и родам в СФР, потому что в этом году у нас действуют прямые выплаты, и пособия женщина будет получать уже от Единого объединенного фонда СФР. То есть, когда женщина приносит больничный лист, она должна сразу написать вам заявление на предоставление отпуска. Сейчас мы с вами обратимся к демо-базам, и я несколько слов хочу сказать по этому поводу. То есть мы с вами будем использовать сегодня демо-базу зарплата и управления персоналом. Вот вы видите на экране меню раздела кадры. И будем с вами обращаться к демо-базе ERP. И сейчас вот снова раздел кадры. Я переключусь сюда для того, чтобы можно было сравнить. То есть у нас практически в конфигурацию ERP входит полностью конфигурация ZOOP, то есть зарплаты управления персоналом в версии PROF. То есть фактически в большинстве случаев функционал будет абсолютно идентичен. Разница будет только в том случае, если вы используете, например, ZOOP зарплаты управления персоналом в версии CORP. Вот в этом случае будут различия, которые касаются того, что в CORP заложена возможность работы с обособленными подразделениями и выделенными на баланс, на отдельный баланс и невыделенными. И, соответственно, будут расширенные возможности по работе с госзаказами и чуть-чуть немножечко еще некоторых других функций расширенного функционала. То есть вот если мы с вами посмотрим демо-база ERP, раздел кадр, у нас начинается работа, кадровые отчеты, сотрудники, и дальше пошли вот подпункты этого раздела. Если мы с вами переключимся сейчас на зарплату управления персоналом, то видите, абсолютно такой же интерфейс, кадровые сотрудники, сервис 1С кабинет сотрудника, приемы и увольнения, больничные листы. То есть это идентично. Расхождения могут быть немножко в компоновке, то есть функционал у нас, собственно, одинаковый. Единственное, что может быть, расположение каких-то функциональных опций немножечко отличается, но они присутствуют. И если мы начинаем говорить про больничные листы, вот сейчас мы переключимся. Вот у меня демо-база создан на июнь, один больничный листок, который касается конкретного случая. То есть больничный лист, сотрудник, ну здесь у нас, конечно, Лев Самуилович не декретный больничный, ему оформлен, но принцип оформления больничных листов, то есть сам функционал этого раздела, он практически одинаковый. И сейчас мы с вами еще то же самое посмотрим на примере ERP. То есть вот у нас наша ERP, вот у нас больничные листки. Ну здесь у меня, к сожалению, я не создавала дополнительный больничный лист, но создать больничный лист мы можем по вот этой кнопке, то есть кнопка создать, и как вы видите, интерфейс и функциональность у нас абсолютно одинаковая. То есть то, что он подчеркнуто красным, должно быть заполнено в любом случае. Здесь нужно обращать внимание вот на что. То есть если я, например, создаю больничный листок сегодня, но выпущен он не сегодняшним днем, а каким-то, допустим, более ранней датой, то, соответственно, я должна просмотреть, чтобы у меня вот эти вот даты не противоречили одна другой. Потому что если я создаю больничный листок, допустим, сегодня, 4 августа, а указываю у себя, например, там с 1 июля, то у меня программа мне ругнется и напишет, чтобы я проверила даты выпуска больничного листа и периоды освобождения от работы. Ну, естественно, причина нетрудоспособности. В этом случае устанавливается отпуск по беременности и родам. То есть кодировка 05, как вы видите. Абсолютно такая же история у нас с вами в зарплате управления персоналом. Так, и заполняю я здесь. А еще вот хотела обратить ваше внимание вот на что. То есть, соответственно, мы проверяем даты, и мы можем как внести вручную, так и получить из ФСС. То есть в этом случае мне необходимо, чтобы у меня была моя организация зарегистрирована. Ну, то есть, чтобы был настроен доступ в интернет и обмен информацией. И дальше у нас та же самая история. Мы заполняем сведения. То есть, когда у нас входит в оплачиваемый период, видите, у меня ругается, что я неправильно ввела номер, и не заполнен регистрационный номер ФСС. Это значит, я при первоначальных заполнениях скалтурила и не заполнила все нужные поля. То есть, когда мы работаем с больничными листами, это все критично, и, соответственно, на это нужно обращать внимание при заполнении карточек как организации, так и карточек сотрудников. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики, и еще посмотрим теоретическую базу. Значит, у нас есть определенные сроки, когда начисляются декретные, когда мы должны обратиться за пособием. То есть, это мы с вами уже проговорили 6 месяцев с момента даты на больничном листке. И сейчас мы перейдем к следующему вопросу. То есть, как я уже говорила, само по себе понятие декретный отпуск – это уже, так сказать, седая древность. То есть, на самом деле, это относилось к более ранним периодам. И сейчас у нас существует два определения. То есть, во-первых, отпуск по беременности и родам, МБИР, как действует аббревиатура с этого года, и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или до трех лет. Поэтому, когда говорят, что предоставлен декретный отпуск, то чаще всего имеется в виду, что, собственно говоря, это два отпуска. То есть, по беременности и родам и по уходу за ребенком. Я не зря выделила, что по уходу за ребенком до полутора лет или до трех лет. Потому что в этом году у нас есть пара тонкостей, которые касаются срока отпуска по уходу за ребенком, на которые надо обращать внимание. То есть, если у сотрудницы есть больничный листок, в котором, соответственно, указаны сроки, такой листок выписывает медицинская организация. И, ну, чаще всего это женские консультации. И выписывается он на 30-й неделе беременности. То есть, 8 месяцев. И предоставляется этот отпуск. Это, в принципе, старые требования. Они соблюдались и в прошлом году, и ранее. То есть, обычный больничный листок по беременности и родам это 140 дней. То есть, 70 дней до родов и 70 дней после родов. Если были какие-то сложные роды, например, кесарево сечение, то в этом случае выписывается дополнительный листок. Это не новые, это старые требования. И в этом случае к листку добавляется 16 дополнительных дней. Если это была, например, многоплодная беременность, то есть, двое малышей, трое, то в этом случае листок нетрудоспособности выписывается раньше на 2 недели, то есть, на 28-й неделе. И длительность увеличивается на 54 дня. То есть, соответственно, у нас в этом случае больничный будет на максимальное значение 194 дня. То есть, по больничному листку оплачивается 100%. Эта выплата осуществляется единым социальным фондом. И, соответственно, здесь у нас с вами есть возможность только варьировать годом начисления. Ну и, соответственно, обратить внимание на то, что у нас год может быть либо обычным, либо высокосным. То есть, мы в этом случае делим либо на 730, либо на 731 день, когда рассчитываем средний заработок. Ну и потом, естественно, умножаем на количество отпуска. Дни отпуска. То есть, либо 140 дней, либо 156 дней, либо 194 дня. То есть, вот здесь вот не запутайтесь, потому что было много вопросов, и почему мне вернули, допустим, больничный лист, потому что, например, неправильно указана вот эта цифра. Либо 730 вместо 731, либо какие-то другие ошибки, которые тоже могут влиять на начисление. Что здесь важно? Нужно обязательно учесть, что средний заработок за каждый из двух календарных дней не должен превышать определенный минимум, то есть предельную величину для начисления страховых взносов. Ну, в прошлом году это у нас было ФСС, в этом году это у нас, соответственно, СФР, то есть Социальный фонд России. И если в 2023 году минимальный размер пособия, то есть если неосложненные роды, у нас составлял 74,775, 757,2, то максимальный, как вы видите, 383 тысячи, 178 рублей, уже, ну, как бы разница достаточно существенная. Если же женщина, которая обратилась за начислением пособия, например, не работала в предыдущие два года, или ее заработок был меньше минимального размера, то пособие рассчитывается из величины МРОД. В этом году у нас уже было повышение МРОД, то есть у нас эта цифра составляет 16242, то есть если, например, работница работала у вас на небольшой зарплате, то возможно, что по МРОДу ей будет даже выгоднее. Ну, расчет мы с вами уже говорили, сам по себе расчет не изменился. А вот теперь мы с вами подошли к пособию, которая касается уже ухода за ребенком. То есть по больничному листу у нас сотрудница может получить, ну, соответственно, оплату больничного листа и единовременное пособие по поводу рождения ребенка. Обратите внимание вот на что. Если в предыдущие годы, например, 2020 год и так далее, у нас было пособие по поводу постановки на учет в ранние сроки беременности, оно было совершенно небольшим, то есть там составляло порядка, последнее значение порядка 500 рублей, то позже было изменение, по которому такое пособие было ликвидировано, вместо него было введено другое пособие, которое рассчитывалось по другим правилам и было уже не единоразовым, а, соответственно, ежемесячным. Но рассчитывалось оно исходя из среднедушевого дохода на семью, потому что получали такое пособие не все подряд, как было со справкой о постановке на учет ранние сроки беременности ранее, а получали уже только те, которые по параметрам подходили под определение малообеспеченных, то есть если среднедушевый доход был меньше определенного минимума. То есть пособие по уходу за ребенком до полутора лет платится в размере 40% от средней заработной платы женщины за последние два года. Мы можем сделать замену этих лет, но, допустим, если проверять по формуле, то вот вы видите на экране, каков был и каков есть расчет по поводу пособия на ребенка до полутора лет. А вот теперь обратите внимание на маленькое такое неприятное, скажем так, для работников дополнение. То есть если детки родились в 2020 году и позже, то есть это 21-22, сейчас, соответственно, 23, то пособие по уходу за ребенком платится только с полутора до полутора лет, а с полутора лет до трех лет не оплачивается. Вместо этого, соответственно, платится единое пособие, если подходит под критерии по обеспеченности на среднедушевый доход. Семьи, которые обзавелись детками до 2020 года, то есть 19-е, 18-е и так далее, получают ежемесячно 50 рублей до трех лет. То есть сейчас у нас фактически с вами получается, что до полутора лет получают в любом случае, в зависимости от заработной платы и от суммы, которую рассчитали от заработка. А вот с полутора до трех лет сейчас пособие не оплачивается. Для тех, у кого детки родились раньше, они еще получают 50 рублей. Соответственно, пособия, которые оплачиваются по БИР, то есть беременности и родам, оплачиваются с ФР. То есть работодатель передает фонд необходимые сведения и сведения о реквизитах, на которые нужно перечислять декретные. И специалисты фонда уже сами определяют, рассчитывают сумму и выплачивают ее работнице. То есть фактически у нас получилось, что работодатель должен получить с женщины, которая ушла в декрет, заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам и заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. И, соответственно, работодатель должен подготовить комплект документов и передать его в фонд. А дальше уже, соответственно, платит фонд, и работодатель не платит ни при каких условиях, потому что у нас сейчас прямые выплаты. То есть, соответственно, работодатель рассчитывает только первые три дня больничного листа, и, соответственно, дальше уже оплата производится за счет фонда. Здесь нужно обратить внимание на правильность заполнения документов, которые требуется получить от работницы. Точно так же, как дополнительного внимания требуют заявления, которые получает кадровое отдело, например, при увольнении и так далее. То есть, заявление должно быть подписано работницей. То есть, не просто распечатать заявление на бланке, но еще должна стоять собственноручная подпись. А если заявление касается периода отпуска по беременности до полутора лет и так далее, то в этом случае в заявлении необходимо указывать период отпуска. То есть, мы должны в заявлении указать номер больничного листа, именно электронного, поскольку сейчас у нас больничные листки только в электронном виде идут. И, кроме этого, приказ о предоставлении такого отпуска. То есть, уже, соответственно, завизированный именно работодателям. Здесь обратите внимание, приказ должен быть в любом случае, если у вас по настройкам и по учетной политике вы используете обычную унифицированную форму документов, то в этом случае вы обязаны оформить приказ по форме Т-6. И если у вас есть, например, зарегистрирован в учетной политике какой-то другой, конкретно в вашей организации принятый бланк, то на этом бланке, но, собственно говоря, быть он должен в любом случае, неважно в какой форме. Если, например, обычно много вопросов возникает, когда предприятие, например, находится в стадии ликвидации, слияния организации и так далее. Вот в этом случае беременная работница может сама обратиться в фонд. То есть, я напомню еще раз, СФР – это социальный фонд России. То есть, это объединенный фонд, который начал функционировать с начала этого года, то есть 1 января. И на основании вот этих документов, вернее, социальный фонд проводит выплату пособия в срок, не превышающий 10 рабочих дней. При этом, неважно, кто обратился, либо само застрахованное лицо, либо работодатель. То есть, соответственно, с момента получения документов не более 10 дней. И поскольку выплата прямая, то, соответственно, фонд направляет либо на ваши реквизиты, которые вы дали, ну, либо каким-то другим образом. Но напомню, что все социальные пособия выплачиваются на карту МИР. Это уже достаточно давно тоже действующее положение. И, ну, в общем-то, не новость. И теперь, что мы должны сделать в том случае, если женщина не имеет права на пособие по БИР. Как я уже говорила, в этом случае нуждающиеся женщины могут получать единое пособие, которое заменило справку о постановке на учет в ранние сроки беременности. Выдает такую справку женская консультация, то есть медицинская организация. И, соответственно, в размере прожиточного минимума, если она проходит по условиям обеспеченности. То есть она является малообеспеченной единицей. Это то, что касается оформления. Еще немножечко теории по арбитражной практике. То есть поскольку споров, что по больничным листам, что по кадровым вопросам, всегда бывает достаточно много, то вот сейчас в связи с принятием новых положений по оформлению, по требованию по защите материнства и детства, именно арбитражная практика по пособиям, по уходу работающему сотруднику, необходимо принимать во внимание такие данные. То есть в совокупности должно соблюдаться, что работник действительно трудится на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели и так далее. На дому. Это если мы с вами говорим уже про отпуск после рождения ребенка, то есть до полутора лет, то вот в этом случае у нас уже в отличие от отпуска по беременности и родам, может любой родственник написать такое заявление. То есть что муж, что бабушка, что какие-то другие родственники могут такое пособие получать в случае, если соблюдаются вот эти вот условия. То есть, во-первых, работающая мама может выйти, если у нее критическое состояние с денежными средствами, то она может выйти на работу неполный рабочий день. Но в этом случае ей потребуется доказать, что она не просто вышла на работу, а у нее есть возможность производить уход за ребенком. То есть ей придется доказывать, что она действительно ухаживает за ребенком. По этому поводу сейчас достаточно много спорных ситуаций, с которыми обращаются в суд и так далее. То есть если новый социальный фонд России придет к выводу, что время, которое декларируется для ухода за ребенком, недостаточно. То есть, например, у работницы сократили рабочий день на 1 час. То есть совершенно понятно, что в этом случае она не сможет полноценно ухаживать за ребенком. И, соответственно, в этом случае пособие компенсирует утраченный заработок, а не является дополнительным доходом. То есть вот на эту формулировку обратите внимание, то есть выплата пособия компенсирует утраченный заработок, а не является дополнительным доходом. То есть это один из наиболее часто приводимых пунктов, по которому СФР может отказать. То есть если женщина вышла на работу, то она теряет право на получение пособия. Сейчас, правда, были достаточно серьезные изменения, что она не теряет право на получение пособия, то есть может работать и получать пособие. Но, к сожалению, пока такой арбитражной практики нет. А вот противоположное, что пособия могут отменить. Вот такая достаточно большая, обширная практика имеется. Собственно, как один из документов, который подтверждает, что женщина работала именно то время, которое декладируется, и не нарушала никакого законодательства, являются в этом случае табели, ну и документы, которые оформляют результат ее рабочего процесса. То есть если мы табель ведем по форме Т12 или Т13, то проставляется два кода, и, соответственно, этот код Я, это явка, или 0,1, то это обозначает, что она работала, то есть что работница выполняла свои обязанности, а ниже предположительность отработанного времени, то есть сколько она работала. Я 8, например, это значит, что она 8 часов отработала. Ну, значит, в случае, если она не полный рабочий день работала, то будет соответствовать тому, что по факту. И, допустим, будет буквенный код ОЖ или цифровой код 15. В этом случае это применяется для отпуска по уходу за ребенком. Ну и, естественно, в этом случае нужно не забыть про кадровое дело производства. Необходимо заполнить приказ и дополнение к трудовому договору. Вот на это обратите внимание, потому что часто это выпадает из вида, особенно если не очень крупные предприятия, то есть приказы сдали, а дополнение к трудовому договору забыли. Еще один момент, на который надо обратить внимание, это то, что у нас продолжают приниматься дополнительные законодательные нормы. И вот одна из последних, что с 5 августа этого года мы можем подать заявление на скидку к тарифу по травматизму. То есть это размер взносов, которые устанавливаются обычно раз в год и необходимы подтверждающие документы о подтверждении вида деятельности. В этом году такие документы СФР утвердил для следующего года и вступают в силу этот указ с 5 августа. И с 5 августа страхователи могут обращаться в фонд с заявлением о скидке. То есть обратите внимание, не понижение тарифа, а именно скидка. И запросить такую скидку можно не позднее ноября, то есть с 5 августа, 5 сентября и 1 ноября. То есть, как вы видите, срок не очень большой. И еще одно новшество, которое касается НДФЛ, это то, что с 29 июня, опять же, этого года, удержанные налоговым агентом НДФЛ автоматически засчитывают счет будущих платежей. То есть, если вы подали уведомление и подали начисленную сумму, которую вы должны перечислить, то, если у вас там уже, например, была переплата, то она будет зачтена в хронологическом порядке, остаток будет засчитан в счет будущих платежей. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим мы с вами вот что. То есть, это у нас с вами ERP. Я переключалась на скелет, если можно так сказать, больничного листка. И, соответственно, сейчас мы скинем это то, что нам не нужно, то, что мы уже либо посмотрели, либо еще. Значит, вот на что я хотела обратить внимание. Поскольку сейчас у нас очень много выходит всяких разных дополнений, уточнений и так далее, то мы должны обращать внимание на релиз программы. То есть, чтобы у вас были актуальные данные, проверить это можно вот таким образом. То есть, вот по такой пиктограммке мы в выпадающем меню выбираем пиктограммку с точкой И и с точкой. Здесь сведения о программе, то есть сведения о платформе, которая у вас установлена, и сведения о конфигурации, которая у вас установлена. То есть, видите, у меня сейчас 2.5.1287. То есть, это одна из самых последних конфигураций, релизов конфигурации. И, соответственно, я могу быть уверена, что у меня нужны формы бланков отчетных, нужны формы дополнительных документов, которые мне необходимо отправлять и так далее. Соответственно, в этом случае я спокойна, что у меня все упримут, и что мне не нужно будет потом никаких, в общем-то, дополнительных телодвижений. Проверить релиз можно еще вот таким образом. То есть, при запуске программы запускается обычно вот такой, сейчас чуть-чуть подвину, чтобы нам было видно заголовок, монитор портала ИТС. И здесь мы можем с вами проверить, есть, нужно ли какие-то обновления делать. То есть, вот у меня с тем, что есть сейчас, исправление патчей, которые уже вышли для нового релиза, и необходимость перехода на новые релизы или новую платформу. То есть, видите, у меня обновление платформы, то есть, я могу его не делать, но, конечно, лучше, чтобы все соответствовало и релиз платформы, и релиз конфигурации. И заодно проверить, какие сервисы у меня подключены, потому что подписка ИТС, в зависимости от того, какая она у вас, вот техно или про, дает право пользоваться дополнительными сервисами, либо бесплатно, либо за достаточно небольшие деньги. Ну, вот, например, видите, у нас есть 1С-контрагент, то есть, это проверка контрагентов. Очень удобный сервис и очень актуальный на данный момент. Он у меня до конца сентября действует. Ну, вот сама подписка тоже, как вы видите, 20 сентября. Ну, и это дополнительные сервисы, которыми я могу воспользоваться. То есть, например, при наличии ИТС-техно у меня возможность использовать сервис 1С-контрагент будет за дополнительную плату, то есть, порядка 4800 рублей на год. То есть, соответственно, если мы разделим это на 12 месяцев, то получится вполне себе дружественная сумма, которая, в общем-то, по плечу любой организации. А если у меня 1С-проф, то в этом случае я могу для одного юрлица своего использовать этот сервис бесплатно. И, соответственно, в этом случае, ну, видите, вот у меня будет возможность работать с 1С-кабинет сотрудника, который мы с вами видели, и в разделе кадры. Сейчас мы сюда перейдем. Вот, сервис 1С-кабинет сотрудника. И в разделе зарплата тоже будет возможность перейти в этот раздел. Как вы видите, на самом деле, это возможность работать через интернет и облегчить, скажем так, жизнь бухгалтерам, как минимум, потому что через этот сервис, кабинет сотрудника, они могут получать справки о своих начислениях и выплатах, не дергая конкретного исполнителя, то бишь бухгалтера. Подробно про этот сервис можно почитать вот по ссылочкам, видите, ссылка, гиперссылка переведет вас на страничку, где расписано очень подробно и занимательно, что это за сервис и как он вам необходим. А подключить на самом деле очень несложно, для этого не нужна помощь IT-специалиста, достаточно вот по кнопке подключить, перейти и действовать по соответствующим подсказкам. И абсолютно такой же сервис у нас доступен, как я уже сказала, из раздела кадры, вот он, и из раздела зарплата, вот он. И абсолютно та же самая история у нас с вами в ЗУПе, сейчас мы сюда переключимся, вот он наш ЗУП, зарплаты управления персоналом. И, допустим, раздел кадры, вот у нас с вами кабинет сотрудника и раздел зарплата, вот он у нас с вами тоже кабинет сотрудника. То есть, как я уже говорила, функциональность ЗУП и 1С ERP идентична, если у нас идет профверсия, то есть в корпверсии возможности немного расширены по сравнению с ERP. Так, снова возвращаемся к нашим слайдам. Как я уже сказала, у нас с вами есть возможность вот с 5, ну не с 5, здесь, точнее, с 29 июня использовать новые возможности по НДФЛ. Ну и, соответственно, надо помнить, что в этом году НДФЛ по гражданско-правовым договорам учитывается не в момент начисления, а в момент выплаты. То есть, если, например, вы выдали аванс сотруднику, то вы должны с аванса заплатить НДФЛ всегда. Да, и абсолютно такая же история, если вы производите межрасчетную выплату на сотрудника ГПХ. То есть, в этом случае НДФЛ должен быть удержан в момент выплаты. И, собственно говоря, сейчас мы снова вернемся к нашему ERP. Вот, то есть, меню зарплаты. У нас есть вот такой раздел «Все документы по НДФЛ». И, то есть, раздел «Отчеты по налогам и взносам» это одно. А обратить внимание следует на заявления по вычетам. То есть, заявления по вычетам как корреспондируют с нашими, допустим, больничными по беременности и родам, по отпускам и так далее. То есть, пока сотрудник у нас находится в отпуске по уходу за ребенком, то, соответственно, он получает пособие, которое не облагается налогами. То есть, в этот момент он не осуществляет рабочую деятельность, он осуществляет уход за ребенком. Если, например, он уже вышел из отпуска, то в этом случае работница должна написать заявление о предоставлении вычета на ребенка. И, соответственно, в этом случае вычеты мы должны зарегистрировать в карточке. То есть, вычет может быть на первого ребенка, на второго ребенка, если это, допустим, многоплодная беременность была, то в соответствии с тем, какое количество деток родилось у работницы. и в этом случае уже будет действовать вычет на ребенка до определенного размера. Заявление на вычеты мы можем делать по кнопочке «Создать» у нас дается выбор. Ну, то есть, допустим, я выбираю обычный вычет по НДФЛ, выбираю своего конкретного сотрудника. Ну, здесь я немножко схалтурю, потому что у меня не все физические лица принадлежат одной и той же организации, поэтому я выберу сейчас на АБУМ. Но, если я хочу выбрать из всех, не взирая на юрлицо, то я должна проставить вот здесь вот чекбокс, отметочку. Тогда у меня будет доступен список всех сотрудников без разбивки по юридическим лицам. В этом случае я могу ошибиться и выбрать, например, сотрудника, который не относится к этой организации. Ну, будем считать, что априори я не ошиблась и, соответственно, у меня в этом случае вот в этом поле появится выбранный мной сотрудник. И я добавляю строку и, собственно говоря, выбираю вычет, который я хочу использовать. в этом случае, как вы знаете, вычеты у нас в этом году тоже немного увеличены, но я выбираю, соответственно, то, что касается моей ситуации. До 18 лет, допустим, у меня был первый ребенок, до 18 лет на каждого учащегося очной формы и так далее. то есть здесь идет юридическая формулировка этого вычета, по какому поводу он может быть представлен. и я выбираю нужный мне вычет. Обратите внимание, то есть список вычетов предопределен. Вот если мы видим такую пиктограмму, это значит, что вычеты введены через конфигуратор и соответствуют законодательству. И поэтому в этом случае мне не надо напрягаться, мне достаточно выбрать то, что подходит к моей ситуации и тем документам, которые мне предоставила сотрудница. Не выбрала, извините. Ну вот выберу 114. Вот и документы, которые подтверждают право на вычет. В этом случае это значит будет свидетельство о рождении и заявление сотрудницы. Без заявления мы вычет автоматом не предоставляем. Так, нет, нам сейчас это не надо. Абсолютно точно таким же образом происходит отражение вычетов в конфигурации зарплаты управления персоналом. И вот еще что хочу сказать, то есть здесь вот у нас с вами интерфейс отчеты по зарплате, все начисления, все удержания и нас интересует раздел учет времени табели. то есть вот то, что мы с вами проговорили при составлении табеля, то есть отражение, когда мы предоставили отпуск сотруднику, соответственно, у нас должен быть приказ и на основании этого приказа у нас будет формироваться табель. То есть если мы предоставили ей отпуск, ну нужно, естественно, выбрать организацию, вот так, ну пусть будет центральная моя организация и в этом случае я выбираю кнопочку заполнить и у меня получается вот такой табель и, соответственно, если у меня сотрудница будет просто на больничном листе, то у нее будет соответствующее обозначение. если у меня получается сотрудница, например, работает неполный рабочий день, то в этом случае здесь будет указан и отпуск по беременности и явка, например, вот два часа. Ну, Григорий Маркович у меня есть не в декрете, но я имею в виду, что будут стоять я, там, например, четыре часа, то есть явка четыре часа, там, пять часов, два часа и так далее. То есть, собственно говоря, поскольку блоки достаточно функционально похожи, то у меня и правила работы с ними, естественно, будут одинаковые и для ЕРП и для ЗУПа, но обратите внимание, что когда выходят какие-то новые постановления, новые нормативные акты и так далее, то исправление вносится в первую очередь, в конфигурацию ЗУП, то есть зарплаты управления персоналом. А в конфигурации ЕРП эта информация появляется чуть-чуть позже, то есть где-то спустя неделю, 10 дней появляется информация о изменениях, которые вносятся в ЕРП и тогда уже можно применять практики. То есть, если вы, например, используете сложные расчеты, если у вас есть работа с госзаказами, с опособленными подразделениями, то в ЗУПе вы сможете обработать и начисления и удержания раньше, чем в ЕРП. Есть у нас еще один момент, ну, создать это мы с вами уже посмотрели, то есть заполнить будет по данным, которые у нас в программу уже введены, и, собственно, зарплата очень критичен к тому, как у вас заполнены справочники, то есть, как у вас произведено первоначальное заполнение и, соответственно, насколько полно заполнены карточки и организации, и сотрудников. То есть, у нас в этом случае есть карточки физических лиц и карточки сотрудников. Обратите внимание, что поскольку ЗУП зарплаты управления персоналом у нас позволяет вести еще и работу по подбору кадров, то в этой конфигурации у нас с вами есть еще один справочник, справочник кандидаты, куда заполняется информация про физические лица, которыми мы, ну, допустим, получали от них режимы, обрабатывали, назначали встречи, собеседования и так далее. То есть, соответственно, это три разных справочника. про это нужно помнить. Обычно в большинстве своем блок работы с подбором персонала требует дополнительной активации, ну, естественно, дополнительных прав для пользователей. Так, это мы с вами сейчас закроем и снова переключимся на ERP. И вот, собственно говоря, что мне хотелось бы вам показать. Кроме того, что мы можем посмотреть про сервисы, которые нам доступны на основании наших подписок и так далее. Здесь есть еще один момент, то есть раздел регламентированный учет. Он у нас с вами содержит раздел 1С отчетность и, соответственно, это название не только раздела, он есть, кстати говоря, и в блоке кадры, и, соответственно, он есть и в блоке зарплата. То есть, вот видите, 1С отчетность. Вернемся в регламентированный учет. То есть, это название еще и дополнительного сервиса 1С отчетность. Что этот сервис позволяет сделать? То есть, этот сервис позволяет работать с сайтами, например, налоговых органов напрямую, минуя дополнительно обмен с оператором фискальных данных. То есть, обычная практика, мы формируем отчет, выгружаем его в файл определенного формата, и потом этот отчет отправляем оператору ТКС, который уже со своего ресурса направляет его на сайт налоговых органов. То есть, сервис 1С отчетности позволяет этот этап миновать. Обычно при запуске сервиса 1С при запуске раздела 1С отчетность мы видим, что программа начинает хвалить вот этот свой сервис 1С отчетность и посмотреть более подробно, что позволяет сделать этот сервис, можно вот по такой гиперссылке. Можно подключиться, это достаточно несложно, тоже гиперссылке, следуя подсказкам, которые по ходу работы. этот сервис позволяет во-первых, упростить обмен, во-вторых, там всегда актуальны данные, и в-третьих, увеличить скорость обмена, потому что есть ситуации, когда на ответ, например, если вы получили требования от налоговых органов, то есть ситуации, когда дается 5 рабочих дней, ну соответственно из этих 5 рабочих дней потратить еще 2 на обмен через оператора бывает обидно. На самом деле подключить, как я уже сказала, его не очень сложно, а здесь у нас с вами вот что необходимо учитывать. в начале этого года очень много было новых отчетов, которые необходимо сдавать статистики, то есть нужно проверить по сайту статистики, по своему ИНН, под какую выборку ваша организация попала, и какие отчеты вы должны сдавать статистику, потому что достаточно много отчетов связано с численностью, с персоналом и так далее. И штрафы в этом году статистика уже начала применять реально, не декларировано, как вот было раньше, потому что о том, что статистика имеет право применять штрафы, декларировалось достаточно давно, и на практике это выглядело так, ой, не сдали, ой, сейчас что-нибудь пришлем, ну давайте, и погрозили пальчиком, и все, все довольные разошлись, то есть статистика получила отчет в любой форме, то есть принималась и по электронной почте, и в натуре, так сказать, в живом виде, ну по-разному. Сейчас статистика начала применять те санкции, про которые говорили достаточно долго, и эти санкции составляют на первый случай до 70 тысяч рублей, при повторном правонарушении до 150 тысяч рублей. и если вы вдруг забыли посмотреть, что у вас появилась новая форма отчетности, и потом как снег на голову вам пришло требование с уплатой вот такого огромного штрафа, ну согласитесь, потратить 10 минут на то, чтобы проверить по сайту, какие отчеты должны сдаваться, ну, очень, очень несложно, зато убережете себя от таких финансовых санкций. На самом деле, как вы видите, здесь у нас есть линейка, которая повторяет состав раздела, то есть эти пункты перенесены вот в эту линейку пиктограмм, сейчас я ее закрою, регламентированный учет, то есть вот, это вот этот вот функционал, который мы можем видеть и при открытии общего журнала, и здесь нас что интересует, здесь нас интересуют личные кабинеты, то есть личные кабинеты и в ЗУПе, и в ЕРПе, есть, во-первых, личный кабинет сотрудника, который позволяет сотруднику видеть свои данные, то есть личные, и есть кабинеты, которые позволяют видеть взаимоотношения с фондами организации, то есть не сотрудника, а конкретного юрлица, сейчас мы это закроем с вами, и собственно говоря, личные кабинеты, то есть я напоминаю, что они касаются юридических лиц, то есть мы можем и по ИП, если у меня есть несколько своих ИП, своих юрлиц, я могу на каждого из них посмотреть, могу на юрлицо, и обратите внимание, то есть раньше здесь была запись ФСС личный кабинет, и здесь ФСС личный кабинет, и так далее, теперь ФСС заменили СФР, то есть социальный фонд России, и вот здесь мы можем видеть взаимоотношения нашего юрлица, то есть проведение камеральных проверок, акты проведения проверок, ну и так далее, а вот здесь мы собственно видим все, что касается именно взаимоотношений с юрлица по социальным выплатам, ну вот вы видите здесь достаточно большой такой комментарий, ну то есть дополнительная информация, и здесь у нас собрано например подтверждение экономического вида деятельности, электронные листки нетрудоспособности, ну и собственно по остальным социальным выплатам здесь тоже информация, то есть как бы разделено на два раздела, и как я уже говорила, вот можно настроить доступ со статистикой, с кабинетом статистики, и обратите внимание вот на вот это, это новая как бы ссылка Банк России личный кабинет, то есть это работа во-первых с машиночитаемыми доверенностями, нет у меня подключения, извините, во-первых работа с машиночитаемыми доверенностями, во-вторых это дополнительный обмен информацией, когда Банку требуется подтверждение, что вы относитесь например по по системе светофор, что вы реально действующее лицо, не идете запрещенных операций, относитесь к зеленому сектору и так далее, то есть теперь возможность есть перехода в Банк России, к сожалению на этом наше время истекло, мы сейчас с вами снова вернемся в наши слайдики и вернемся к началу, я хотела еще раз показать вам наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта, мы приглашаем вас к сотрудничеству, будем очень рады, если сможем оказать вам какую-то другую помощь, то есть мы работаем со всем спектром операций, которые связаны с программным обеспечением семейства 1С, поэтому звоните, пишите, обращайтесь, будем рады сотрудничеству, будем рады оказаться вам полезными, хотим поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за интерес, проявленный к нашей работе, на этом разрешите с вами попрощаться, всего вам доброго, хорошего дня.